Итак, всем привет, с вами Добгай, продолжаем играть за Францию и продолжаем нести свет в мировой революции. Собственно говоря, в прошлой серии мы экономику достроили, ну, после перехода уже на, собственно говоря, нашу Советскую Республику. Затем с контрреволюционерами разобрались, благо достаточно мирным путем. Они вот здесь вот бухтели, бухтели в основном католики, но наконец-таки примирились. То-то дебаф от спал, и они нормально относятся к тому, что она Советская Республика. Сейчас мы начинаем уже исследовать последние военные технологии, и уже с ними мы можем начинать воевать и менять режимы по всему миру. Ну, я думаю, в этот же момент мы сможем воевать, ну, беспрепятственно с каким угодно количеством стран. Пока что мы сильны, но не абсолютно сильны. С химоружием, и потом я подозреваю с танками, мы будем абсолютно сильны. Там мы и идем. Я думаю, пока что мы еще просто немножко подразвиваемся. Возможно... Ну, ладно, нет, я захватывать, наверное, ничего не буду, потому что нам нужно, чтобы Дурьяна Слава подспала. Потому что смена режимов тоже требует, как ни странно, бесчестия. То есть, вот, 35, 34, ну да, в зависимости от размера страны, казалось бы... Нет, везде 35, в Италии 34,7 почему-то. Кажется, что от размера страны что-то меняется, да, но как-то очень странно. Возможно, я подозреваю. Стоимость меняется от разницы в правительствах. Но, в целом, надо ориентироваться, что где-то по 35 у нас будет на мажоры все это стоить. Формы слишком близки идеологически? Нет. А почему так нельзя? Так, в нашем плане созрела проблема. Почему у нас формы правления близки идеологически? У них монархия, голосуя земельные владельцы. У нас Советская Республика, всеобщеизбирательное право. Возможно, если мы перейдем в монархию, у нас точно не будет уже, так сказать, общего правительства похожего. Так что, наверное, стоит попробовать. Так, кроме того... Ну да, это будет, в принципе, это два из наших целей. Я бы сказал, изначально. Но мы еще долго не сможем это сделать, потому что, видите, все пока только отходят от прошлого изменения. И радикалы у нас подкопились, пока мы с контрреволюционерами разбирались. Так, а промышленники, промышленники, вот. Ну, типа, как вот этот дебаф пройдет, можно будет попробовать поменять. Пока что, как я и говорю, ну, уж очень будет сложно, душно. Так что не стоит. Все говоря, профсоюз не хотят анархии, забавно. Ну, это сиряне у нас анархисты, которые все у нас продвигают, молодцы. Так что, да, попробуем, попробуем потом продвинуть, как люди чуть-чуть поуспокоятся. Поехали. У нас тут еще и баф. Мотивация коммунистической партии, что равно, в принципе, их влиянию после выборов. Это приятно. Ну, слушайте, не сильно что-то изменилось. Единственное, что очень изменилось, это промышленники пошли погулять. И я этим доволен, я бы сказал. Ну, что-то такое мы, наверное, можем сделать себе, да? Каталиков, конечно, добавим. Ну, что поделать уже. Мелкие бружо, кстати говоря, прям злые-злые. Ага, ага. Мелкие бружо кидывать из правительства нельзя. Это факт. Крайне мере, не пока у нас там еще, кстати, системный кризис. Не знаю, что это. Попало. Короче говоря, не до того момента, пока они успокоятся нормально. И я даже пока что ничего не строю, по той простой причине, что у меня нету на это людей, которым нужна работа, верно? У нас здесь куча крестьян, куча безработных отсутствует, как обычно. То есть, поэтому, пускай они пока, собственно говоря, поплодятся. Потом уже к ним что-нибудь подстроим. У нас куча народу, но промышленности у нас еще было больше, поэтому мы застроили все очень шустро. Ну и, как обычно, самый дорогой товар на французском рынке – это вино. Потому что его жрут просто, ну, как не в себя. Еще и у нас покупают вино австрийцы и прусаки. Ужасные люди. Не дают французам пить вино. Мне все стрет и стрет вот этими ивентами. Франция требует, чтобы мы ушли. Мы есть Франция, блядь. Парадоксы. Почему я должен получать 13... Ага, нет, это все-таки Нидерландом, да? Вот это стрет и стрет мне вот этими ивентами. Причем обратных не происходит почему-то. Я не получаю возможности захватить регион, если они отступят. Какая-то чушь, честно говоря. Все вот ивенты на отступление. Забавный факт – высший класс откуда-то смог взять деньги. Я не знаю, возможно, они продавали, как говорится, веревки, на которых их вешают. Но у них реально откуда-то есть деньги? Вот так вот оно вырос резко. Последний вешой класс, кстати говоря, уменьшается тоже резко. Видимо, это остались только аристократы у нас, что ли? Капиталисты. А нет, ну их и тех очень мало осталось. Очень любопытно, что эти капиталисты, которые у нас все еще есть. Они без работы, нет. Но они должны потихоньку... Ха-ха. Группа ущемляется из-за полного разделения. Что? Ладно, странно, но допустим. Они реально снова набирают свои деньги. Как они это делают, я не знаю. Но высший класс имеет очень высокую жизнь теперь снова. Конечно, я понимаю, что там их почти не осталось. Но сам факт того, что они восстановились. Ну, выжили самые богатые. Возможно, просто самые бедные уже перешли в другие классы. А эти, типа, остались. И бедные, да, переходят. А богатые еще есть деньги какие-то жить, я не знаю. Рабочие в Франции наконец-таки свергли буржуазное правительство и создали представительскую республику. Но им придется немало трудиться для достижения подлинного социализма. Ага. Ангардист, коммунизм, либо анархия. Что лояльность от повышения уровня жизни? А кто это? А, это глава профсоюзов, да? Я правильно понимаю? Да, видимо. А здесь, получается, глава профсоюзов с коммунистом. Здесь авангардистом. Прикольно, прикольно. Ну, давайте-ка. Ни богов, ни господ, анархия навеки. Поехали. И посмотрите на эту анархию 46%. Выглядит очень солидно. Единственное дело, я полагаю, что не селегинты и зеркли все-таки бомбанут. Тут еще есть минус 2. Интеллигенты с плюс 7 бомбят. Ужас. Давайте попробуем. Может, у них не наберется власти. Хотя я подозреваю, что наберется. А, смотрите, вот этих точно не оборвалось. Но сюда еще могут присоединиться интеллигенты в теории. Так, кстати говоря, что я еще хотел сделать. Это... Что будет, если я выкину буржуазию? Я бы хотел сделать, пожалуй, вот... А, вот так можно сделать, пока они не взорвались. Допустим. Сейчас надо будет поэкспериментировать, короче говоря. Но мне точно хочется селяны профсоюза видеть в правительстве, потому что они будут вот эти шансы поднимать. Ну, сейчас посмотрим. Вполне все шансы у нас неплохие на анархию. Мы получили связывание азота, и мы можем сделать еще больше зерна. К секретам пишется, что мы от этого будем получать деньги. Любопытно. Почему так? Если говоря, священнослужителей становится меньше. Очень странно. А почему будем получать деньги? Зерно в говне. А что по удобрениям? Может, удобрения просто станутся подороже? Картины, кстати говоря, слишком много, но пускай. Где же наши удобрения? Слушайте, их минус 3,5 тысячи. Типа мы вот так вот поднимем цену удобрений, и это неплохо. Но вот это, очевидно, нет. Давайте попробуем. И почему нет-то? Удобрения подняться в цене, в принципе, нам более-менее полезно. Тогда с взрывчаткой будет попроще. Тут они более прибыльные химические заводы. Но зерна нам столько, конечно, вообще не нужно. У нас, по-моему, больше потребляют как раз-таки продукты, я думаю. Ну да, продукты потребляют 55 тысяч. Зерно, ладно, не и больше. А, нет, больше, да. 25 тысяч у нас всего лишь зерна потребляется. Так что да. Все уже перешли на продукты, потому что они не такие бедные. С тем оружием мы уже достаточно заложили очков. Мы теперь делаем шелонированную оборону. Потом вот сюда заложим очков. Ну и будем надеяться, что что-то здесь успеет распространиться. Вот военная пропаганда нам распространяется. Нам нужно, чтобы еще вот эти три техи к нам распространились. Чтобы мы эффективно включали все. Ну да, смотрите-ка. Радикализм получает... А, нет, ну я бы не хотел, чтобы они это делали. У нас сейчас анархия может приняться. Давайте дождемся прокрутки. Может она примется сразу. Блять, не принялась. Смотрите-ка, интеллигенты не хотят. Не хотят. А сел, так? Блин, все равно не хотят. Успокаиваться им чуть-чуть не хватает буквально. Да, успокоение. Ну, даже не знаю, с чем я их могу еще приманить. Тридцать нас на месте. Здесь у нас все хорошо. У нас даже нет вот этого. Сложный вопрос. Ну и опять происходит вот эта херня. Но мне это уже надоело. Держите свою претензию. Потом скажу. Так, о. В скобочках не о. О, радикализм не хочет. Радикализм не хочет анархии. Сильное несогласие с анархией. Почему? Что это? Мне это не надо. Что это? Это тот же самый чел, меняет свою идеологию каждую минуту. Видимо, проходит всякие тесты на кто-то идеологический. А они каждый раз дают разный результат. Мелкий буржуа. Получит модификатор анархистские убийства перманентно? Так, ну вот это точно я не хочу. Минус три одобрения оппозиции это ужас. Что мы не можем одобрять терроризм. Я считаю. Ну и судя по всему нам надо отменять анархию. Ужас. Мы были так близки. Но так далеко. Пожалуй, надо сделать вот так. На будущее. И с интернетами в нашем правительстве у них будет чуть побольше одобрения. И они все-таки должны нам не дать. Точнее, дать принять анархизм. И не бухтеть слишком сильно. Очень меня не радует то, что профсоюз получил радикализм. Типа, чел, ну ты серьезно? Я в тебе столько инвестировал, а ты бы взял и стал радикалистом. Который не хочет анархизма. Они просто спамят и спамят. Если бы я каждый раз нажмал вот это, я бы уже в сотке был. Этот ивент происходит слишком часто. Кстати говоря, я тут решил немножко поделать всякие кнопочки. Давайте понажимаем. И нам нечем похвататься? Серьезно? А собирайте в экспедиции сокровища? Господи, чушь. Жать ран с твоей стороны. Мы уже первые. Значит, мы не сможем, да, повысить ран с твоей стороны? Исследуйте новые технологии. Но это мы делаем. Ммм, сокровища в экспедициях. Господи, какая чушь. Какие экспедиции, какие сокровища. Абсолютная чушь. Но давайте 700 тысяч вы хотите на экспедицию. Сколько вы туда отправляете кого? Тут отправляете пару миллионов солдат или что? Или маленькую группу? О, смотрите, у нас... Да, выставка идет. Прироста общественных инноваций, прироста производственных инноваций. Мы качаем армию, ребята. Ага. Ну а так, если честно, то, наверное, производственных, потому что там больше техов нам распространятся. Потому что мы их сами не качаем. Это тоже очень смешно, потому что нам нечем похвастаться, в скобочках. Вся наша страна это хвостовство. Теперь нам говорят, что у нас нездоровая экономика. Блин, нездоровая жесть. 140 тысяч теряем при 450 миллионах. Жесть, какие мы нездоровые. Ну, конечно, да, прократи, я сейчас подстрою. Потому что уже пора. Но нездоровая, конечно, жесть. И у нас потихоньку появляются новые жители, которым можно работу давать. Ура, товарищи. Прикольно. У нас ужасное подозрение. Католики... Католики злятся. Но мы не можем здесь католиков, потому что они нам потом анархию... Задушат. А мы хотим ее. Очень. Кстати, помните, у нас открылись пятередки? Короче говоря, это нужно сделать командную экономику и увеличить ВП на 25%. Как же вот эта вот херня выглядит неправильно? Если у тебя, не знаю, уже 20 миллиардов миллионов, то что, вы должны еще 25% от этого получить? Нет, это же идиотизм. Вот так он очень большой. Такой рост. Чем дальше, тем сложнее. Ну как? Он растет быстро все еще, да? Но все равно. Как бы слишком много. Пациентов брать всегда. И командная экономика, ну, очевидно, я принимать не буду. Она, потому что кал. Я принял решение, что точно ее на нашей стороне не будет. А еще, я думаю, пора уже застроить себе нормальную армию так. Ну, солидненько, чтобы была. Ну, вот так вот мы под максим сотки. И будет у нас... Где-то сколько там получается? 500-600 солдат. Нормально? И вот хочется мне попытку номер два сделать, но радикализация профсоюзов серьезно. Как же мерзко то, что там правительство, ну, не правитель, политик, который возглавляет, стал радикалом. И перехотел анархию иметь. Просто если бы не это, мы бы сейчас сделали с анархизм. Это отвратительно. Ну, смотрите-ка, мы место для строительства небоскреба получили. Наконец-таки. И можем построить небоскреб. Вопрос... О, кстати, в столице. Ну, давайте так, разуальную десяточку построим. Не будем сильно перебарщивать с этим. Тут бюрократия есть, кстати говоря, да, но не сильно много. Ну, я думаю, пойдет. О, тут. По-моему, этого не было раньше. Есть товарооборот правительственных ведомств, но это пыль. А есть заполнение с торговых путей. Это звучит как что-то ультра-сильное. Это мы сейчас сделаем 250. Давайте попробуем тогда построить побольше. Посмотрим вообще, как это будет выглядеть. Тут, конечно, еще людей не будет хватать сразу, но... Сейчас в столице. Но приезжают сюда потихоньку. Как только у нас безработных, наверное, не будет или что. А нет, просто... Подождите, прекрасность большая. В среднем, в скобочках, большая. Ну, ладно. Со временем, я думаю, начнут сюда ездить. Это, видимо, какие-то приколы временные. Если говорить, всего 7 миллионов. Это, конечно, необычно. Построили мы небоскребы. Это что такое? Ясно. Все как обычно, экспедиция, все так же говно. Так вот. О, жесть, у нас... У нас что творилось в производстве одежды? Видите, странно как-то вот это выглядит. Но, допустим. Это пофиксим момент. Пока не хватает на рынке. Так вот, эти левела, как они будут работать? В теории, мое предположение, что у меня сейчас должно стать намного больше конвоев. Ну, работают они... Хотя нет, не конвоев. Нет. За каждый левел больше... Больше торговли. Я не уверен. А в чем смысл, если, типа... Если, типа, можно просто больше левелов насобирать? Почему у нас... Ну, как бы... В чем реально проблема? Так, у нас просто нужно больше торговли равно больше левел. А сейчас у нас не нужно больше левелов, но торговля та же. За левел что-то меняется или нет? Хороший, я считаю, вопрос. Ответ парадоксии нам вряд ли дадут, кстати говоря. Типа, вот, если мы изучаем здесь единицы в обороте 46. Окей. Требуются конвои. Но здесь левела как-то... Здесь просто левел как число, то есть, не знаю. Не вижу, чтобы он влиял как-то на математику, кроме того, что он увеличивает количество товаров. То есть, мы вместо этого просто, не знаю, что... Быстрее будем оборот набирать. Это все. Если это все, то это неинтересно. И после кучи страданий я наконец-таки вернулся из Африки, так полагаю. Да, и получил чел-исследователь. Невероятно полезный трейд. Невероятно полезная инвестиция. Семь сотен тысяч. Смотрите, когда плодопросходы... А, ну все, да, прошло. Конечно, да. Очень эффективное вложение средств, я считаю. На бесполезный престиж. Все-таки перешей, кстати говоря, не изучается. Добавляется и сразу уходит. Все как обычно. Ребята, у нас феминизм растет. Право голоса для женщин. Первые борцы за право женщин. Ага. А кто это? Политик интеллигентов. Примет феминизм. Угу. Звучит весьма оппозиционно. Я даже не знаю, мне этого нужно вообще, не нужно. А здесь хуга примет, да? Хуга это кто? Мелкий буржуа. А это у нас примет тогда интеллигент. Не, ну. Пускай. Ну, мы хотим. Здесь радикал. Давайте вот здесь, кстати говоря. Феминизм, чтобы он На анархизм не агрился так сильно. Хотя они все равно агрятся, но Да, но хотя бы не так, что и сильно. Другой вопрос в том, что О! Профсоюзы! Минус 5 всего. Поехали. Это наш момент. Это оно. 15% Да, не так много, но это оно. Здесь всего лишь 25. Радикализма. Ну и так как у нас Наше строительство Уже не так, что И дешево нам обходится, Но у нас инвестиционный пул закончился. Мне придется Налоги держать на средних, А не на низких, Как это было до этого. Ну что поделать? Нам надо строиться, А денег по-другому не получить. В отличие от капитализма. И, кстати говоря, да. Здесь распространяются Последние техи, четвертые. Тут их все-таки исследовал. Следовательно, мы Здесь уже инвестировали Очков достаточно. Пойдем в огнемет, Тоже заинвестировав. Здесь есть вероятность Убийства, это полезно. Отряда огнеметчиков нет, Потому что, в отличие от химоружия, Тут меньше статов. Здесь, конечно, статы просто безумные. Вот. Но сюда мы инвестировали, Сюда мы сейчас подинвестируем. Штурмовые войска нам не нужны. Лазучки Типа как бы нет. Опять же, лазучки Это отряд специалистов. А дело в том, что, ну, Тогнеметчики, что Химоружие лучше. Тут столько опустошения, типа, есть. Это, я не знаю, Разработчики добавили вариант Для тех, кто Не хочет, там, Территорию Выжигать, Опустошение приносить. Ну, господь, здесь 15, А здесь 50. И урон боевому духу, И 50 убийства. Ну, типа, Вы вот этими в жизни так не будете атаковать, Как вот этим. Так что, ну, это даже не вопрос. Оба, да, мы проходим анархию. Так, и у нас это, видимо, Ивентик. Так, 20 шансов. Минус 3 правоохранительные органы. 20 шансов минус внутренние дела. Ага, я понял. Я понял. Можно, кстати говоря, Убрать Как раз таки колониализм. Это, во-первых, Никому не сагрит. А, во-вторых, ну, Что нам колонии-то осталось? Она здесь даст и та. Доколония. Ну, последние чуть-чуть колонизируются. Так что, колониализм. И 34% Идем вверх. Кстати, у нас тут есть еще потом запись. При принятии сахона Анархизм. Ну, анархия. У нас будет хлеб и Поля. Интересно, что это? Пока что мы не знаем. Скоро узнаем. Так, а здесь у нас Ага, огнемет. Я понял. Это у нас потом еще будет. Запрет алкоголя. Кстати, даже не знаю. Я думаю, нет такого Нет смысла это делать, Потому что спирта мне куда тратить Пускай употребляют. Проблем от этого все равно Как бы, ну, нету. Так, а здесь, кстати Ну, я думаю, благосостояние Бесполезное. Давайте товарооборот хотя бы. Ой, у нас начали Безработные появляться Так, прям, солидными Темпами, потому что Ну, и безработные, и обычные Христиане Потому что население Начало жестко расти И это, с одной стороны, хорошо С другой стороны, теперь мне надо Просто снова Кучу микроменеджмента делать И они еще кучу Роскоши потребляют А не роскошь Никто не потребляет Зерно лежит Вино не пьют Точнее, вино пьют Зерно лежит Одежда обычно лежит А мебель обычная лежит Хотя только дорогую А дорогая без обычной Не производится Мы подходим к вопросу Радикально Просто вот так вот Застроимся одеждой А потом примерно так же Попробуем застроиться мебелью Параллельно тут Мы достроим боеприпасы Потому что Я увидел, что у нас минус Резко возрос Не очень уверен Почему именно боеприпасы Без стрелкового оружия Возможно из-за пулемета Хотя нет Здесь видите Просто потребление Примерно одинаковое И того, и того Хотя ладно Вот здесь вот пехота Окей, потребляет Больше боеприпасов Чем оружие Что в целом Имеет некоторую логику Я бы сказал так Но мы ждем Ждем вот этих двух тех И следующего ролла Анархизма Надеюсь Он будет позитивным Ну-ка Я бы еще В позиции Да, это позитивный Вент, я бы сказал Нас Кстати говоря Что? Нет А ладно Да Допустим Просто Должен быть Не профсоюз А должны быть Селяне Селяне Должны получить Минус 3 Потому что Это закон Селяна А не профсоюза Но из того Что они Стали Либералами Радикалами То они получают Минус Точнее Они Не принимают Этот закон Здесь тоже Интересные вещи Но Блин Мы не можем Дебафать Не можем Дебафать Интеллигентов Наверное Здесь Так что давайте В них Влаживаемся И Вот оно Хлеб и воля Вам анархия Любит сынов своих Допустим Теперь у нас Принят закон Анархия Ура Товарищи Анархия Как там Мать свободы Мать порядка Наверное Здесь мы Я думаю Все что хотели Мы сделали Теперь у нас Остался Один лишь вопрос Можем ли мы Теперь менять Режимы Всем Нет Все еще Слишком близки Да Вот Согласен Анархокоммунизм Крайне Близый С конституционной Монархией Да Парадоксы Вы абсолютно Правы От Анархокоммунизма До Конституционной Монархии Обратно Один шаг Ну ладно Сменим Где сможем Где не сможем Там Соответственно Не сменим Но Попробуем По максимуму Вот А эта серия Подошла к концу Ребят Мы приняли Анархизм Отлично Мы уже Подошли К последним Финальным Военным технологиям Осталось Немножко До Них И В следующей серии Мы начнем Нашу Наш Я бы сказал Грестовый Поход Против Капиталистов Поехали В следующую серию А с вами был Лукай Подписывайтесь На канал Если вы еще Вдруг не подписаны Лайк, комментарий Все как обычно И до скорых встреч Пока